Приветствую 11-классников и всех любителей химии. Мы продолжаем изучать неметаллы. Сегодня речь пойдет об элементах 5-й А-группы периодической системы химических элементов, об азоте и фосфоре. Поставим перед собой следующие задачи. Расширить знания об азоте и фосфоре как химических элементах и как о простых веществах. Развить представление об аллотропных модификациях фосфора, а также продолжить формировать умение составлять уравнение кислительно-восстановительных реакций на примере химических свойств азота и фосфора. Рассмотрим 5-ю А-группу периодической системы химических элементов. В нее входят азот, фосфор, мышьяк, сурьма и висмут. Вам известно, что в группах с увеличением числа электронных слоев сверху вниз растет радиус атома и уменьшается электроотрицательность. Как следствие, неметаллические свойства в группах тоже будут уменьшаться. Азот и фосфор образуют простые вещества, относящиеся к неметаллам. Мышьяк тоже относит к неметаллам, но он проявляет переходные свойства. Сурьма и висмут являются металлами. Вашему вниманию электронные схемы и электронно-графические формулы атомов азота и фосфора. Мы видим, что на их внешнем электронном слое находится 5 электронов, 2 на S-орбитали и 3 одинарных электрона на P-уровне. Поэтому общую конфигурацию внешнего электронного слоя для всех элементов пятой группы можно записать как NS2NP3. Так как до завершения внешнего электронного слоя азоту и фосфору не хватает 3 электронов, их низшая степень окисления будет составлять минус 3, а вот высшая максимальная плюс 5 и равняться номеру группы. При этом фосфор чаще всего проявляет положительные степени окисления плюс 3 или плюс 5. А вот азот образует достаточно устойчивое соединение со степенями окисления от минус 3 до плюс 5. Азот третий по электроотрицательности элемент после кислорода и фтора, а вот фосфор незначительно уступает по этому показателю водороду. Рассмотрим подробнее возможные валентные состояния азота и фосфора. Вернемся к распределению электронов на внешнем энергетическом уровне. Азот элемент второго периода, у него на внешнем слое есть 1 S и 3 P-орбитали, то есть всего 4 орбитали, а электронов 5. У спаренных S электронов 2 S подуровня нет возможности распариться, ведь нет свободных орбиталей. Следовательно, атом азота может образовывать три ковалентные связи по обменному механизму и проявлять валентность 3. У азота есть возможность образовать еще одну связь по донорно-акцепторному механизму, выступая в роли донора электронной пары. Таким образом, максимальная валентность азота составляет 4. Но максимальная степень окисления все равно будет равна плюс 5. В тех случаях, когда азот отдает более электроотрицательному атому все свои 5 электронов внешнего энергетического уровня. У фосфора, как элемента третьего периода, на внешнем электронном слое кроме 1s орбитали и 3p орбиталей еще есть 5d орбиталей. В обычном состоянии фосфор имеет три одинарных электрона, проявляя при этом валентность 3. В возбужденном состоянии у атома фосфора есть возможность распарить электроны 3s подуровня, перенеся один электрон на свободную d орбиталь. Поэтому максимальная валентность у фосфора совпадает с номером группы, то есть равна 5. Распространенность азота и фосфора в природе. Среди элементов пятой группы на Земле наиболее распространенным является фосфор. Его массовая доля в земной коре составляет 0,1%. Азота гораздо меньше, но он преобладает в атмосфере. Его объемная доля в воздухе составляет 78%. Из немногочисленных минералов азота наиболее значимы селитры. Натриевая селитра, калиевая селитра, аммиачная селитра. Фосфор на Земле встречается исключительно в виде соединений и входит в состав фосфоритов и апатитов. Их основной компонент это фосфат кальция, а также фосфор входит в состав фторапатитов. Соединения азота и фосфора важны для живых организмов. Азот как основная часть аминокислот и белков. Фосфор составляет основу нуклеиновых кислот, ДНК, РНК, а также АТФ, АДНК, АТФ, входит в состав ферментов и составляет основу костной ткани. Азот как простое вещество состоит из двух атомных молекул Н2. Графическая и электронная формула молекулы азота выглядит следующим образом. Атомы азота связаны между собой тремя ковалентными неполярными связями, причем одна из них Сигма связь, а две Пи связи. Энергия связи в молекуле азота очень высока и составляет 945 кДжоль на моль. Для сравнения молекула кислорода, у которой двойная связь, имеет энергию связи 494 кДжоль на моль, а молекула хлора с одинарной связью 243 кДжоль на моль. Следовательно, для разрыва тройной связи нужно затратить очень много энергии. Это и обуславливает инертность азота, который вступает в химические реакции только при жестких условиях, при очень высоких температурах и давлении. Азот при нормальных условиях это газ, без цвета и запаха, почти нерастворим в воде. Небольшое значение относительной молекулярной массы у азота 28 и отсутствие полярности у молекул определяет низкие температуры кипения и плавления. Так азот становится жидким при минус 196 градусах по Цельсию, а твердым при минус 210 градусов по Цельсию. Так как азот уступает по электроотрицательности только кислороду и фтору, в реакциях с ними он будет проявлять свойства восстановителя. А с металлами и водородом азот будет выступать в роли окислителя. Реакция азота с кислородом протекает при очень высокой температуре, около 3000 градусов, то есть в электрической дуге или при разряде молнии. Реакция является эндотермической, при этом образуется оксид азота-2. Реакция азота с водородом протекает при высокой температуре, давлении и в присутствии катализатора. Продуктом реакции является аммиак, данная реакция экзотермическая. Реагируя с металлами, азот образует бинарное соединение, нитриды. Так при взаимодействии азота и магния образуется нитрид магния. Реакция протекает при нагревании. А вот с литием азот реагирует без нагревания. Образуется нитрид лития. Азот получают в промышленных масштабах из жиженного воздуха. А вот в лаборатории в небольших количествах разложением нитрита аммония. Основной областью применения азота является производство аммиака. Также азот используют для создания инертной среды, для хранения пищевых продуктов, произведений искусства и рукописей, пожаротушений и лазерной резки металлов. Расширяется спектр применения азота в медицине и косметологии. Например, криотерапия, удаление папиллом и гематом с помощью жидкого азота или криоконсервация клеток. Вашему вниманию рубрика «Проверь себя». Выполните предложенное задание, поставив видео на паузу. Проверим. Фосфор как простое вещество. Фосфор является элементом пятой А-группы и как азот способен образовывать молекулу состава П2. Однако, в отличие от молекулы азота, двухатомная молекула фосфора неустойчива. Поэтому фосфор существует в виде нескольких аллотропных модификаций, в которых реализуются лишь одинарные связи ПП. Итак, фосфор бывает белый, красный и черный. Белый фосфор имеет молекулярное строение и формулу П4. Шаростержневая модель белого фосфора выглядит так. Белый фосфор – это твердое, воскообразное вещество с чесночным запахом, является ядовитым. В воздухе в темноте светится зеленовато-желтым цветом в результате медленной химической реакции окисления, хеми-люминесценции. Температура плавления у фосфора всего лишь плюс 44 градуса по Цельсию. Температура кипения плюс 281 градус. Красный фосфор – это аморфное вещество, полимерного состава. Оно не имеет запаха, его токсичность невысока. Температура плавления составляет 260 градусов по Цельсию, а возгоняется он, то есть кипит, при около 400 градусах по Цельсию. Черный фосфор – наиболее устойчивая и химически наименее активная форма фосфора. Черный фосфор фосфор получается при нагревании белого фосфора под высоким давлением и при действии высоких температур. Он представляет собой черное вещество с металлическим блеском, жирное на ощупь и весьма похоже на графит. Черный фосфор является полупроводником. Красный и черный фосфор обозначаются просто буквой П без индексов, так как они имеют немолекулярное строение. Между лотропными модификациями фосфора возможны взаимопревращения, протекающие при определенных температурах и давлении. Рассмотрим химические свойства фосфора. Как восстановитель, фосфор реагирует с кислородом и другими сильными окислителями. В чистом кислороде и на воздухе фосфор ослепительно горит, образуя белый дым – частицы твердых оксидов фосфора. Оксид фосфора 5 образуется в избытке кислорода, а оксид фосфора 3 – при недостатке кислорода. Белый фосфор может самовоспламеняться на воздухе, а красный загорается лишь при поджигании, что объясняется различной прочностью химических связей между атомами фосфора в его аллотропных модификациях. Реакции горения фосфора в кислороде являются экзотермическими. Как окислитель, фосфор при нагревании вступает в реакцию с металлами, образуя при этом фосфиды. Надо помнить, что с водородом фосфор не реагирует. Однако, тем не менее, он образует летучие водородные соединения. Фосфин. Фосфин можно получить косвенно, например, из фосфидов, которые разрушаются как водой, так и кислотами. Фосфин PH3 – газ с чесночным запахом. В природе водородные соединения фосфора встречаются там, где происходит интенсивное разложение белковых веществ. Выполним следующее задание. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса и укажите окислитель и восстановитель в данной химической реакции. Поставьте видео на паузу и сделайте задание самостоятельно. Давайте проверим. Для начала определяем степень окисления элементов, которые изменили свою степень окисления. Таковыми являются фосфор и азот. Составляем электронный баланс перехода электронов. Фосфор изначально был со степенью окисления 0, отдал 5 электронов и стал со степенью окисления плюс 5. У азота до реакции была степень окисления плюс 5. Приняв 1 электрон, азот изменил свой степень окисления до плюс 4. Итак, в реакции было отдано 5 электронов и принят 1. На меньшее общее кратное 5. Находим коэффициенты. Перед фосфором уравнение должны стоять единицы. Перед азотом 5. Поставим пятерки перед азотной кислотой и оксидом азота 4-х валентным. Уравняем тем самым азот. Перед фосфором и соответственно фосфорной кислотой должны стоять единицы. Туда никаких других коэффициентов мы не имеем права вставить. Далее считаем водород и кислород. В данном случае коэффициентов больше не надо. Поэтому мы нашу схему реакции можем превратить в уравнение. Осталось определить окислитель и восстановитель. Фосфор отдает электроны, он восстановитель. Азот принимает, соответственно, окислитель. Фосфор открыл еще в 1669 году алхимик из Гамбурга Хенинг Брандт, который проводил опыты с выпариванием человеческой мочи, пытаясь получить философский камень. Вещество, образовавшееся после многочисленных манипуляций, оказалось похожим на воск. Необыкновенно ярко и с мерцанием горело. Новому веществу было дано название фосфорус, несущий свет. Сейчас фосфор получают из апатитов или фосфоритов в результате взаимодействия с углем и песком при очень высокой температуре, около 1500 градусов. Белый фосфор используют для производства фосфорных кислот и их производных. Также в металлургии, некоторых жаропрочных сплавов, красный фосфор применяют в производстве спичек, в органическом синтезе лекарственных препаратов и ядахимикатов. Образцы фосфора, содержащие нуклид-32, так называемый меченый атом, с периодом полураспада около 14 суток, используют в исследовательских работах. Осталось подвести итоги. Запомним, что низшая степень окисления азота и фосфора минус 3. А высшая степень окисления плюс 5. Однако максимально возможная валентность у азота равна 4, а у фосфора совпадает с номером группы и равна 5. Инертность простого вещества азот обусловлена наличием тройной связи в молекуле азота. Фосфор существует в виде нескольких аллотропных модификаций белый, красный и черный фосфор. Азот и фосфор проявляют как восстановительные, так и окислительные свойства. И надо помнить, что фосфор не реагирует с водородом. Всю необходимую информацию вы можете найти в учебном пособии «Химия 11 класс» и на портале «Профиль о Дубай».